Существует история, ставшая легендой о том, как советские пионеры космонавтики однажды размышляли, насколько твердая поверхность у Луны, мягкая, пылеватая или твердая, как асфальт. От этого зависела успешность посадки на ее поверхность, исследовательских аппаратов. Наконец, на одном из совещаний рулевой космической программы Сергей Королев не выдержал. «Итак, товарищи, давайте исходить из того, что Луна твердая. Но кто может поручиться? Кто такую ответственность на себя возьмет? Ах, вы об этом, я возьму». И великий конструктор написал на листе бумаги «Луна твердая Королев». Конечно, так научные загадки не разрешаются. Рано или поздно нужно было инструментально замерить плотность лунного грунта реголита. Эта миссия и была возложена на очередную советскую межпланетную станцию Луна-13. И пусть никого не смущает номер 13 в ее названии. Это была всего лишь третья станция в мире и вторая советская, которая совершила успешное мягкое прелунение. На заре космонавтики подавляющее количество попыток сесть на поверхность земного спутника были малоудачными. За каждой успешной миссией к Луне следили в 60-е годы советские школьники со страниц техники молодежи или вообще все граждане из сообщений ТАСС, телетрансляции. Об этом писали в книгах, выходивших миллионными тиражами. Описание полета из книги Губарева «Космические мосты». 21 декабря с космодрома Вайконур произведен запуск автоматической станции Луна-13. 21 декабря в 18 часов 01 минуту всеверного времени Луна-13 совершила мягкую посадку в типично морском районе Луны, океане Бурь, неподалеку от кратеров Крафт, Селевк и Скиапарелли. В это время на Луне были сумерки. Лишь узкий серп Земли освещал ее поверхность, Солнце еще пряталось за лунным горизонтом. Когда Солнце взошло, началась передача снимков поверхности Луны. Вскоре советские телезрители смогли увидеть их на экранах телевизоров. 25 декабря. На борту Луны-13 находится целая лаборатория. Станция начала вести исследования лунного грунта, определять его прочность и плотность штамп грунтомером. Это стержень с конеческим наконечником. Механическая рука отнесла его в сторону от станции, заработал миниатюрный пороховой двигатель и грунтомер погрузился вглубь. Этот опыт показал, что верхний слой лунного покрова толщиной 20-30 см имеет примерно такие же механические показатели, что и земные грунты средней плотности. Конечно, несколько панорамных снимков Луны, хотя и радовали землян, но уже не были таким откровением, как более ранние снимки. Зато данные об измерении плотности реголита несли невероятную научную ценность. Подявились советские граждане и температуре, которую дарит Солнце Луне в полдень около 117 градусов. Станция Луна-13 также впервые измерила альбедо лунной поверхности, то есть степень отражения ею солнечных лучей. Подтвердилось то, что она на самом деле весьма темный объект и отражает всего около 25% лучей. Также приборы подтвердили вывод о малой радиоактивности лунной поверхности, полученный аналогичным прибором, установленным на станции Луна-9. Вскоре аккумуляторы станции Луна-13 разрядились, и 28 декабря она прекратила выходить на связь. Но это был эффектный конец года. В начале 1966-го СССР впервые совершил мягкую посадку на Луну, потом запустил к ней первую орбитальную станцию. И вот он вновь совершил трюк с мягкой посадкой. Говорят, эти события сильно подтолкнули США в лунной гонке в их стремлении первыми высадить на Луну астронавта.